Ничего съедобного, последние данные Роспотребнадзора могут сильно подпортить аппетит россиян. Более половины продуктов в магазинах не соответствуют нормам. По данным ведомства, в прошлом году 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. Специалисты предполагают, бизнес расслабился из-за недостаточного контроля. Новая система проверок, призвана избавить предпринимателей от излишнего надзора, пришлась на руку недобросовестным производителям. Теперь они всегда в курсе, в какой день и в какое время к ним приедет ревизор, а значит есть возможность замести следы продуктового беспредела. Должны ли ритейлеры отвечать за безопасность продуктов и как нужно контролировать бизнес, если по-хорошему не получается? Об этом поговорим с директором сети гипермаркетов Арсеном Пономаревым. В эфире РБК Омск интервью в студии Людмила Семенова. Здравствуйте. Арсен Геннадьевич, приветствую вас. Здравствуйте. То, что качество продукции испортилось, говорят не только официальные данные. Люди, естественно, это ощущают на себе. И поэтому в последнее время количество жалоб в контролирующие органы растет. У нас есть как раз сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Давайте. За Марии Джачка. Амичка Елена Шель купила в одной известной торговой сети банку рыбных пресервов. Простая килька, без каких-либо изысков. По крайней мере, женщина так думала, когда начинала есть рыбу. Но помимо балтийской кильки в банке оказался колорадский жук. Мы поели все. Даже племянница поела двухлетняя. Как бы было очень страшно, потому что мы в интернете прочитали, что там очень много болезней передается. На 2016 году региональное управление Роспотребнадзора проверило 136 предприятий пищевой промышленности. Результаты могут полностью отбить желание покупать продукты в магазине. Более 80% предприятий нарушали санитарное законодательство. Основные нарушения касаются несоблюдения требований технических регламентов таможенного союза к процессам производства, к качеству выпускаемой продукции, к маркировке в части объема и достоверности сведений, особенно по фальсифицированной продукции. С начала этого года надзорная деятельность строго рекламентирована. О плановых проверках предупреждает за год. Неплановые можно устраивать, если покупателю не удалось самому регулировать спорт с производителем. Эксперты связывают массовое нарушение нормы требований к качеству продукции со слабым контролем. Производитель, он понимает, что у него, знаете, ответственность за некачество продукции не наступит у него. Почему? Потому что он открыл предприятие, новое предприятие, он три года может работать. Если вдруг-то какой-то потребитель, вдруг на него нажалуется, ему об этом скажут. И за 12 часов, если неплановая проверка, он успеет подготовиться к тому, чтобы к нему пришли, у него все было хорошо. В прошлом году Роспотребнадзор оштрафовал предприятие на 4,5 миллиона рублей. Какой товар будет поступать на прилавки магазинов теперь, когда с проверками не все так просто, для потребителей большой вопрос. Получается, что государство, оно по сути пошло навстречу бизнесу. Ввели надзорные каникулы, ввели рискоориентированный подход. И даже внеплановые проверки они таковыми больше не являются. Потому что если поступают жалобы на предпринимателя, контролирующий орган все равно должен за 13 часов уведомить о том, что он придет с проверкой. Но в ответ мы видим, что качество продукции портится. И тогда каким, по-вашему, должен быть контроль, чтобы, как говорится, и нашим, и вашим? На самом деле, по сути-то ничего не поменялось. Качество портится уже давно. Значит, где-то с конца 90-х качество портится каждый год. Как только изобретаются какие-то технологии изготовления суррогатов, сливочного масла, мороженого. Недавно появились технологии изготовления суррогата сыра. 15 лет назад появились технологии инъектирования кур. Значит, и так далее. То есть, производители стараются удешевить производство, сделать суррогат продуктов. Значит, когда это честные производители, ну честные, условно скажем честные, они, значит, это пишут на пачке. Они пишут, значит, что содержит там растительные жиры, там чего сколько и так далее. Часть производителей, они этого не пишут на пачке, не пишут сливочное масло, изготовленное с пастеризованным сливок, на самом деле там маргарин. Это массово встречается. В документах все замечательно. Если вы отвезете на 24-ю северную на проверку, вам тоже скажут, что все замечательно. Даже ГОСТ указан как у сливочного масла. Да, да. И если вы повезете на 24-ю северную, там тоже скажут, что все замечательно. Почему там скажут, что все замечательно, я не знаю. По всей видимости, есть какие-то неформальные отношения с вот этими самыми ключевыми производителями, которые подделывают сливочное масло. Единственный способ определить, что сливочное масло поддельное, это невозможно сделать в условиях магазина. приблизительно можно, там есть приборы, которые позволяют заподозрить поддельность этого сливочного масла, но точно определить можно только в стационарных лабораторных условиях, это надо делать анонимно и как можно дальше от региона. То есть, если мы проверяем омского производителя, надо проверять в Владивостоке. Если в Владивостокского, то в Мурманске и так далее. Потому что, к сожалению, люди понимают, и вот эти самые производители нечистоплотные понимают, кому повезут проверять, и они заранее договариваются, чтобы по их продукции был положительный вердикт. Это первое. Во-вторых, значит, что касается внезапных, невнезапных проверок. Повод для внезапной проверки, как правило, и я думаю, что такие проверки все равно происходят, я как бы не слежу за этим специально, но, извините, если я прихожу в магазин, и там тухлая селедка, ну, наверное, его надо проверить срочно, не через 13 часов и не через час, а прям срочно, и прекратить продажу тухлой селедки. Это, ну, как говорится, полицейская-молицейская ситуация. Если же там никто же не отменял и потребительский экстремизм, то есть приходит человек, покупает какую-то продукцию в одном магазине, жалуется вообще на другой. Чек сейчас не обязательно предоставлять, но мы, на самом деле, никогда не требуем чеков. У нас очень либеральная позиция к этому. Ну, приходишь, тебе какой-то продукт не понравился, возвращаешь, тебе возвращают деньги, все. Никто теперь будет писать, доказывать, что ты купил здесь чек и так далее. Этого не требуется. Но, к сожалению, качество продуктов падает, и оно падает не из-за проверок или их отсутствия. Вот смотрите, когда говорят, что производителей, те же производители, например, невозможно проверить из-за того, что их надо предупреждать. Какая разница, предупредили вы их или нет. Идете в любой магазин, в несколько магазинов желательно, берете их продукцию, проверяете, но проверяете вы не магазины. Магазины вам предоставят документы, что они получили у этого производителя продукцию и что она по документам качественная. Вот возьмем, например, тоже сливочное масло или там консервы какие-нибудь. Но абсурдно же предъявлять претензию магазину, если ему привезли консервы. В консервах там, на консервах указан производитель, к нему есть документы. Производитель не отказывается, что он их произвел, а виноват магазин, если что-то там на 1% не соответствует ГОСТу. То есть это неправильно. Претензии надо предъявлять к производителю. Проверять нужно, ну не знаю, хоть спецлаборатории нужно какие-то создавать, секретные, про которые не будут знать производители. Где они находятся, кто там работает. Но это уровень спецслужб. Проделывается массовая продукция. То есть подделывается тушенка, больше всего подделывается сливочное масло мороженое. Подделывается не в том смысле, что их изготавливают на нелегальных производствах. На легальных производствах изготавливают суррогаты продуктов. И не пишут это на пачках. Это никак не связано с проверкой. Проверяй, не проверяй. Это же каждый день продается. Ну и что, что там, проверили кого-то, у него все хорошо. Да, сегодня все хорошо. Завтра он произвел опять гигантскую партию. И все остальные месяцы он произвел гигантские партии суррогатов, продуктов питания. Это, к сожалению, связано в первую очередь с отменой ГОСТов. То есть когда ГОСТы были отменены. Я считаю, ГОСТы надо возвращать. И, значит, надо вводить уголовную ответственность для производителей за подделку продуктов питания. То есть если ты, извините, сделал сливочное масло, а там обнаружили маргарин, срок с конфискацией. И тут магазины как раз ни при чем. Если магазин, извините, расписался за то, что он получил продукцию подлинную, проверить он не в состоянии. Представьте себе, даже мы это не в состоянии делать, это очень дорого для нас. Да и федеральные сети не в состоянии. Ну, в Москве может в состоянии. Поэтому тут вопросы к производителям. Что касается проверок, тактики и стратегии проверок. Когда проверяется что-то конкретное, вот Роспотребнадзор, вы его цитировали, это, в принципе, адекватная организация, она проверяет, в принципе, то, что нужно. То, что не нужно, не проверяется. Это зависит, на самом деле, очень серьезно от руководства. Конкретно Омского Роспотребнадзора, Федерального Роспотребнадзора и от конкретных, так сказать, исполнителей. Некоторые другие организации, не буду их здесь называть, чтобы не делать рекламу, проверяют иногда по другому принципу, не так, как Роспотребнадзор. Они проверяют по разнарядке. Например, дают им команду собрать столько-то с федеральных сетей штрафов, столько-то с местных сетей. Они идут и собирают. Ничего не нашли, придумали. Потом суть проиграли. Даже несмотря на все нововведения, которые касательно проверок ввели, там есть достаточно лояльные условия сейчас по отношению к бизнесу. На самом деле, то, что вводили, единственное, что нужно бизнесу, чтобы это было введено достаточно давно, отменялось, потом опять вводилось. Единственное, что нужно бизнесу, это чтобы лишить проверяющие органы возможности шантажа уголовным преследованием за каждый чих. Это их лишили. Но взамен, по-видимому, лоббирующие их, какие-то депутаты Госдумы или кто там их лоббировал, ввели другое правило. За каждый чих штрафы по 500 тысяч. Представьте себе, даже небольшая какая-то сеть наша, или еще там меньше сеть, или какой-то частный магазин. Ввели там позавчера какое-нибудь новое правило. И еще тут звонишь, когда меняются какие-то правила, в связи с вводом таможенного союза или чего-то еще, меняются какие-то правила. Звонишь им, говоришь, ребята, а теперь как? А мы сами не знаем. А как узнаем? Не знаем. Смотришь документы, нигде ничего не написано. Потом через месяц приходит проверка и говорит, о, а у вас там на этикетке для чего-нибудь там не написана 28-я строчка, где теперь по регламенту Советского Союза должна быть закорючка. Страф 500 тысяч. С чего? То есть, вот это я считаю совершенно неоправданно. Если, значит, нарушения не влекут за собой каких-то последствий, это не тухлая колбаса, которая отравили там кого-то, не что-то еще, то, во-первых, на первый раз всегда надо границать предупреждением, а во-вторых, значит, штрафы должны соответствовать ущербу. И, значит, если там, извините, человек купил колбасу, не захотел, значит, возвращать деньги, там, не понравилась ему эта колбаса, он винит в этом магазин и так далее, он пошел там в Роспотребнадзор, ну, а штрафовали на 3 тысячи рублей, на тысячу рублей, ну, не на 500 тысяч. С чего 500 тысяч? То есть, проблема эта заключается в том, что чиновники среднего звена, я так понимаю, это не омские чиновники, а чиновники федеральные, ну, не главный руководитель, там, не руководители Роспотребнадзора, а там, и других подобных ведомств, а чиновники более среднего уровня, они рассылают циркуляры. Циркуляры они рассылают вот такого рода, типа, собрать столько-то денег, значит, отчитайтесь там, сколько из вас у вас проверок закончилось успешно, человек приходит на проверку, исполнитель, да, ему надо что-то найти. Если он вообще ничего не нашел, он плохой чиновник, значит, он плохой исполнитель, значит, его лишат премию, уволят, сократят, отдел закроют и так далее. То есть, это шантаж со стороны руководства, там, верховного руководства, значит, или там, среднего руководства, значит, этих контрольных органов, шантаж своих сотрудников. Сотрудники либо там уходят, там, несколько раз так прошли, видят, что, ну, вот нечего, то есть, не к чему придраться. Ну, да, придумать можно, чего угодно, там, ну, и так далее. То есть это неправильный подход. В советской милиции это называлось палочная система раскрываемости, когда не принимались некоторые дела уголовные, не принимались заявления по ним, потому что скорее всего не раскроем, зачем нам портить статистику. Так же и здесь. Борются за статистику. Потом еще такие рассуждения пошли у некоторых контролирующих органов, некоторых исполнителей, скажем, не органов самих, а исполнителей в кулуарных беседах с сотрудниками, нашими, не нашими, неважно, с которыми они общаются. Они начинают говорить, мы должны пополнять бюджет. Какой бюджет? Бюджет пополняет налоговая инспекция, вообще-то говоря. И по определенным правилам, которые установлены в стране. То есть нет цели, не знаю, какого-то надзора, чего-то пополнять бюджет. У них другая цель. У них цель, чтобы были безопасные продукты питания для населения. Победить эту цель довольно сложно, ну, достичь ее. Но цели там собирать сотни тысяч и миллионы штрафов со всех, чтобы увеличить бюджет, вы все равно не соберете столько, сколько соберет налоговая инспекция, таможенная служба и другие специально для этого созданные органы. Вот. И вы просто что делаете? Вы ломаете просто и свою репутацию, и, значит, бизнес ломаете, и все, и больше ничего. То есть ничего другого. Поэтому тут дело, на самом деле, в том, что руководить, во-первых, нужно сократить количество инстанций проверяющих. Но вот я думаю, что большая часть из них должна влиться в Роспотребнадзор, который там является фактически наследником советской санэпидемстанции. Недаром ее когда-то возглавлял главный санитарный врач, там, Онищенко, который, кстати, несмотря на всю свою странность, был как раз адекватный. Так, будем говорить. Его там использовали в качестве политического оружия неоднократно против наших каких-то там стран, которые с нами, так сказать, не очень хорошо дружили. Но, по сути дела, все, что вне политики было, он делал очень грамотно. И я бы даже там дальше пошел в некоторых вопросах. Вот. Что касается остального, надо возвращать ГОСТы, надо жестче контролировать производителей. Контролировать не в том смысле, что приходить к ним с проверками, а, значит, просто не допускать ситуации, когда на этикетке написано одно, а в колбасе, в масле, в сушенке что-то другое. И за это надо карать просто безжалостно. То есть, по советским меркам. Значит, ставить к стенке, значит, как минимум, и с конфискацией. То есть, вот эта подделка, ну, представьте себе, люди систематически едят поддельные продукты питания. Вы постоянно работаете с поставщиками, с производителями. Вы вот сами ощущаете, что они расслабились? Они не расслабились. Они просто производители, на самом деле, все последние где-то 20 лет, вот как только начала формироваться где-то в 99-м году новая экономика, она, по идее, была постсоветской до дефолта 98-го года, они год за годом, для того, чтобы выжить вот в этой борьбе конкуренты друг с другом, они год за годом ухудшают качество своего товара. Год за годом. Это не связано с проверками. Это конкурентная борьба. Для чего это делается? Чтобы уменьшить себестоимость, увеличить, значит, возможность наценки. Но наценку они увеличивают не потому, что они такие жадные и хотят там виллы, там, яхты. Может, хотят, но они не зарабатывают на этом. Ну, большинство из них виллы и яхты. Проблема в том, что система продвижения товаров на полке магазинов все усложняется. Вот последние, кстати, изменения в законе торговли еще и усложнили. То есть, они ее не запретили, на самом деле. Если они запретили формально там некоторые вещи, которые там практиковали большинство производителей, но они там находят какие-то новые пути, как делать то же самое. Проблема эта была известна. В конце 80-х годов вышел учебник Котлера «Основы маркетинга», который все читали. И там это было описано, что 70% цены на полке – это маркетинг, то есть продвижение. Вот это вот самая проблема. То есть, когда вы покупали товар там в Советском Союзе, если это не был датируемый товар, на который цена была занижена, или наоборот товар, на который была искусственно завышена цена, типа водка, например, то в остальных случаях вы покупали товар с какой-то там справедливой с точки зрения госплана наценкой. В течение 90-х годов, пока действовала постсоветская промышленность и торговля, это было примерно так же, ну с учетом масштаба цен, изменения масштаба цен. И импорт был очень дорогой. Ну то есть импортная продукция аналогичная стоила в разы дороже, чем отечественная с аналогичного качества. Затем, после 99-го года, постепенно, значит, начала формироваться вот эта самая типичная капиталистическая экономика, в которой маркетинг все больше и больше стоимости занимал в товаре. То есть пионерами этого дела, естественно, были продавцы жвачки, которые иностранные компании. Они всему научили и бонусам, и, значит, всевозможным сложным схемам ценообразования. И так далее. Всех научили этому. Все этому научились, в том числе отечественные производители. За ними пришли другие корпорации трансональные, они тоже этим всем как бы занимались. Вот. И то же самое пришлось делать отечественным производителям. То есть они не могут угнаться за, значит, своими конкурентами иностранными, и другими отечественными, которые быстрее перенимают эти сложные технологии продвижения, высшую математику продвижения. Вот. И они все больше и больше. Вот берете вы колбасу за 300 рублей, в ней там в каком-нибудь там 95-м году в ней было бы там 250 рублей себестоимость. Или там 220. А сейчас в ней себестоимость 80 или 70. Понимаете? Вот. И какая там будет колбаса? Понятно, какая будет там колбаса. Чтобы у вас была колбаса, которую вы хотите, то есть если вы хотите колбасу за 500 рублей, вы должны покупать за 1500. То есть там будет себестоимость 500. Ну, в лучшем случае, если вас не обманут, опять же. Вы уже коснулись темы о том, кто должен нести ответственность за некачественную продукцию. В Среде Федерации сейчас разрабатывается проект, законопроект, по которому отвечать за нее, за некачественный товар будут торговые сети. Неправильно совершенно. Представьте себе, вот реальная жизнь. Торговая сеть, любая. Ей привозят тысячи и тысячи номинований продукции. Значит, продукция, да, можно пробы какие-то снимать, если очень крупная сеть, там, через цинопроцентный центр, да, можно что-то снимать пробы. Но вы не гарантированы от того, что в каждой баночке будет то же самое, что было в пробе. Более того, вы не гарантированы даже от того, что там какой-то ваш сотрудник, который это будет проверять, он будет брать взятки от производителя и будет проверять ту баночку, на которой будет крестик, где правильная тушенка. А на которой крестика нет, там будет фуфло. А потом, значит, и вот я не понимаю, в чем логика, то есть неправильно это, отвечать должен производитель. Торговая сеть должна отвечать за то, что она произвела. То есть, если в торговой сети есть собственное производство, конечно, она должна за это отвечать, спора нет. Все остальное, то, что произведено производителем, однозначно должен отвечать производитель и никаких других вариантов. То есть, если там подобные законы будут как-то продвигаться, я буду активно против этого выступать и любыми способами скандалить, обвинять, подавать в суд, что угодно. И недавно еще была инициатива по поводу того, чтобы гипермаркеты не работали по выходным тоже. То есть, это просто маразм. Да, я понимаю, что в развитых странах некоторых так сделано, но мы же над ними ржем. И насчет гей-браков, и насчет гипермаркетов, которые не работают по выходным, и много по каким поводам. Смеемся, что они дорогу переходят всегда только на зеленый свет, я про Германию и так далее. Ну, это смешные люди, у них не работает. А у нас, представьте себе, как это будет происходить. У нас, значит, люди работают с 9 до 6, основная масса. А потом, когда они захотят в магазин, магазин не будет работать. И где им покупать продукцию? То есть, им покупать в мини-маркетах, ну, извините, в мини-маркетах они не могут купить такой ассортимент продукции. И дороже. Ну, ладно, в Омске хотя бы на 20% дороже. А в Москве в два раза дороже. То есть, ну, это просто нереально. Вот, например, в строительной отрасли, у них работает система саморегулирования. То есть, государство, оно переложило контрольные и надзорные функции на самих участников рынка. Как вы думаете, вот СРО реально ли применить в ритейл? И вы вот больше во что верите? В отраслевой, государственный контроль? Или, может быть, верить там невидимую руку рынка, которая все расставит по своим местам? Я не то чтобы верю в отраслевой какой-то контроль. На мой взгляд, наш рынок очень сырой еще. То есть, если сравнить его с рынком, значит, европейских стран, США и Китая, он очень сырой. И прежде чем начинать его регулировать, надо дать ему дорасти, дозреть. Он дозреет. Вот когда в каждом регионе будет максимальная насыщенность всеми там форматами магазинов и так далее, и они начнут поедать друг друга, вот тогда надо включать регулирование. Уже какое-то там отраслевое, неотраслевое. Пока в этом нет необходимости. То есть, смотрите, большинство вот этих законов, вот этот маразматический закон о торговле, еще более маразматические поправки к нему, это было введено небольшой группой лоббистов. Небольшая группа лоббистов просто продавливает какие-то свои интересы, выдумывает какие-то законы, которые все остальные, вот 99% производителей и весь ритейл, вынуждены придумывать, как теперь им работать, как им удобно, но теперь соблюдая эти дебильные законы. Вот смысл такой. 1% или, может, 1,1% это вот эти самые дебилы лоббисты, которые совершенно живут в вымышленном своем мире, там, не знаю, наркотических бредней, или они только что вышли из комы 40-летней, я не знаю, что с ними происходит. То есть они выдумывают просто бред, совершеннейший бред. И вот этому бреду теперь все должны следовать, в связи с тем, что он принят официально как закон, но следуя ему, фактически пытаться работать так, как удобно. И еще раз, когда начинается вот эта вся дискуссия в прессе, которые эти же самые лоббисты или кто-то еще развязывает, по поводу сети выкручивают руки, там сети требуют бонусы, ну ничего подобного, никто ничего не требует. То есть вот мне, например, хоть я там небольшая сеть, хорошо там, но вообще любой сети невыгодно получать бонусы. Что бонусы вы получаете, это рейтро-бонусы, вы получаете их потом. Вот представьте, вы мне привезли товар за 100 рублей, я могу его продать за 110 рублей, например, да? Я его продаю за 110 рублей, вы, значит, мне там, ну сейчас по закону 5 рублей платите через полтора месяца, когда подведен итог, когда, так сказать, я отчитался, сколько я продал, заплатил вам за этот товар, потом вы мне возвращаете 5 рублей. Мне это зачем? Мне выгоднее, если вы привезете мне его по 95 рублей, я как только продал его, сразу эти 15 рублей положу в карман. Гораздо выгоднее. Зачем мне это? Это надо кому? Это надо поставщикам, либо там, ну скорее даже не производителям, не поставщикам, а владельцам бренда. Для чего это требуется? Это требуется для дискриминации сетей по ценам, скрытой дискриминации. Весь смысл бонусов заключается не в том, что там сети что-то вымогают, им это платят. На самом деле наценка в сетях, она обусловлена только одним, то есть это себестоимость их работы. Сколько вы вложили денег, сколько вы платите аренды, вложили в оборудование, сколько вы платите зарплаты, налогов там и так далее, какие у вас обороты на квадратный метр там и так далее. Плюс какой-то там процент там дохода. Процент дохода ограничивается конкурентами. То есть вы не можете там поставить произвольную цену, к вам никто не будет ходить, все будут ходить к конкурентам. Поэтому процент дохода у местных сетей 1-2%, у федеральных до 7%, но это в самом лучшем случае, в среднем 4%. Поэтому все эти бонусы, не бонусы, наценки, они все все равно примерно одинаковые. Общей сумме, если все это сложить, оно не может быть меньше, не может быть больше. Если оно будет меньше, значит сети будет невыгодно брать товар. Зачем им брать этот товар? То есть если он будет убыток с каждой продажи единицы этого товара черпеть. Если будет больше, то производитель невыгодно будет поставлять. Все равно все будет одинаково. Единственный вариант, что бонусы, когда часть наценки уплачивается в виде бонусов, она просто позволяет не говорить одной сети, почем на самом деле продается с учетом бонусов товар другой сети. Вот и все. Это ценовая дискриминация скрытая. Потому что, извините, если вы мне привезли товар по 95 рублей, а кому-то привезли по 90, я найду способ получить ксерокопию накладной, отдам ее сумму закупщику, и значит он при следующем визите торгового агента скажет ему, а почему здесь 95 рублей, а здесь 90, чем они лучше? У них там обороты примерно такие же или даже меньше. Ему придется как-то это объяснять либо снижать цену. А если вы всем поставляете по 90 рублей, по 100 рублей, например, а одному платить 3%, другому 5%, третьему, ну раньше можно было больше платить и так далее, вплоть до того, что в некоторых случаях подплатилось до 30% некоторым крупным сетям бонусы, то понятно, что это позволяло скрыто, то есть везде в накладных одна и та же цена управлять вот этим. Вот цель в этом была. То есть мне, например, все равно, как будет платиться. Можно и так, и так. Я на самом деле, мне прочно с наценкой простой работать, но я понимаю, что так не будет. Так не будет, потому что все те, кто захочет продолжать работать с бонусами, у нас просто небольшие бонусы, потому что у нас сеть маленькая. Если бы была большая сеть, это была бы наша проблема, наша проблема не является. Но все те, кто захочет работать с бонусами, обходя законы вот эти все и так далее, они создадут фиктивные предприятия, которые будут заниматься фиктивной, но абсолютно правдоподобной деятельностью, которым никак нельзя будет придраться ни по закону, никто не сможет не придраться. Они будут заниматься реальной деятельностью, они будут, на первый взгляд, никак не связаны с сетью и будут получать ровно столько, сколько они получали раньше до того, как был закон принят. Это просто усложняет отчетность. Ничего другого. Вот в Германии, например, если предприниматели-производители уличили на грубых нарушениях производства продукции, то дело может дойти и до закрытия его предприятия, потому что там соблюдение требований, норм, оно и качество продукции стоит на первом месте. У нас ведь как? Можно и перерегистрироваться, можно там и как-то еще какие-то... То есть много путей, как можно обойти вот эти вот все требования. Вот как вы думаете? Вы уже, кстати, упомянули о том, что чуть ли не в тюрьму надо садить за грубые нарушения. И конфискацию имущества обязательно. И конфискацию имущества, да. А сейчас как у нас обстоят дела? Бывает ли такое, что у нас вот взяли и закрыли прям предприятие, потому что оно вот нарушало... Нет, нет, нет. Такого не бывает. Я же еще раз говорю, что контролирующие органы в основном занимаются тем, что проще, то есть розницей. Им проще. Они пришли в магазин, купили, оштарфовали магазин и пошли дальше. То, что эта продукция на самом деле изготовил не магазин. И что у магазина все документы в порядке. На самом деле, что он получил эту продукцию и по документам она подлинная и правильная. И что проблема эта возникла впервые там за 10 лет, например, именно с этой продукцией. До этого она 10 лет поставлялась и никто к ней претензий не имел. И вот изготовили партию, и вот кто-то пожаловался, и вот пришел проверяющий, и вот открыл эту банку, ну, например, рыбы какой-нибудь. И оказалось, что рыба спорченная. И магазин виноват тотчас, его штрафуют на 500 тысяч или на миллион, и в итоге никто ничего не получит. Скорее всего. 99% случаев. Судьи у нас, кстати... В итоге потребитель тоже ничего не выиграет от этого. Потребитель не выигрывает ничего. Потребитель выигрывает что-то, если он идет, не жалуется. Он жалует в том случае, если магазин отказал. Тогда он выигрывает в этом случае. Это первое. А во-вторых, если, например, у нас есть несколько жалоб на какого-то производителя, мы просто прекращаем с ним работать. Мы видим, что у него что-то не так. Это крайне редко бывает. Жалоб именно, что испорченный продукт, несъедобный. Но что касается ухудшения качества, мы можем проследить на теме пива. Я не знаю, я не знаток производства пива, но я знаю, что большинство любителей пива предпочитают импортное. То есть импортное не в том смысле, что с иностранной торговой маркой изготовлена за границей России, даже бывшего Советского Союза. Все дело в том же, что и говорите вы. То есть то, что в Германии, в других странах, в Чехии, там за этим очень серьезно следят, за производством, за производителем, не за магазинами. Потому что откуда возьмется товар в магазине, если плохой, ну нелегальный производство, конечно, существует, но магазины большие не будут рисковать этим, им есть что-то терять. Откуда возьмется товар некачественный, если производители все будут пускать качественно? Нет. Благодарю вас за увлекательную беседу. Наше время вышло. Очень жаль. Спасибо вам большое. Я напоминаю, мы беседовали с Арсеном Пономаревым, директором сети гипермаркетов. В студии была Людмила Семенова. Смотрите нас на телеканале РБК Омск, а также на сайте itv55.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова